Здравствуйте, уважаемые любители природы! К вам обращаюсь я, Алексей Соколов, руководитель проекта «Реальный мир». Сегодня я хочу попросить вас всех принять участие в раскрутке природной темы на YouTube. Приложив маленькие усилия, все вместе мы можем добиться очень значительных результатов. Обычно, когда говорят магическое слово «раскрутка», большинство людей интересуется, как будем раскручивать, забывая о том, что именно будем раскручивать. Давайте я сегодня изменю последовательность. Сначала расскажу, что мы будем раскручивать, почему это нужно раскручивать. И в конце обязательно расскажу, как раскручивать. Дам четкий, пошаговый, гарантированно работающий алгоритм. Итак, я предлагаю раскрутить систему онлайн-трансляций из птичьих гнезд Олега Познякова из города Калуги, Российская Федерация. Олег Позняков построил на своем участке несколько десятков птичьих домиков и оборудовал их IP-камерами, картинка от которых через видеорегистратор поступает на центральный компьютер, с которого далее транслируется в интернет и которую мы видим на YouTube. В многочисленных скворечниках и дуплянках, сделанных руками Олега, гнездятся разные птицы. Камеры устанавливаются вовнутрь птичьих домиков еще до начала гнездового сезона и не беспокоят птиц. Птицы сами выбирают, в каком из скворечников выводить потомство. Непосредственно сейчас на канале Олега ежедневно ведется прямая трансляция из двух домиков, в которых уже выкармливаются недавно вылупившиеся птенцы с кварца, насиживает яйца большая синица. Вот-вот должны появиться маленькие синички. Пара мухоловых пеструшек только собирается делать кладку. Также ведется трансляция с гнезда дрозда рябинника, вяхеря и будет продолжаться дальше с гнезд других птиц, которые по мере сезона приступают к гнездованию более поздно. Кроме камер, установленных внутри домика, Олег расставил кучу камер для наружного наблюдения. Они и снаружи скворечников, и на деревьях рядом с гнездами, которые между ветвями расположены. Всего у Олега несколько десятков камер. Он строил эту систему несколько лет. Скоро загнездятся более поздние птицы с лавки, щеглы, другие. Вот в одном из прошлых сезонов Олег нашел гнездо щегла и снимал трансляцию с него. Это большая редкость. Несколько камер у Олега установлено у птичьей кормушки, шоу, на которое продолжается не только в холодное время года, но и сейчас в гнездовой сезон. Туда прилетают снегири, синицы, дубоносы, зеленушки, сойки, воробьи, дятлы и еще пара десятков видов птиц. И даже белки прибегают. Онлайн-трансляции на канале Олега Познякова управляемые. Олег сам сидит за режиссерским пультом и выводит на экран те гнезда, домики и кормушки, в которых именно в этот момент происходят наиболее интересные события. Часто на экране зрители наблюдают трансляции сразу с нескольких камер и могут одновременно наблюдать за несколькими гнездами и птичьими домиками. Управляемая трансляция также позволяет Олегу показывать зрителям во весь экран детализированный крупный план какого-нибудь одного гнезда или птичьего домика, что там происходит внутри, как кормятся птенчики и так далее. На трансляциях Олега мы можем наблюдать за тайной жизнью птиц, проследить весь их репродуктивный цикл от прилета, от выбора места для гнезда и постройки гнезд, от откладки яиц до развития оперения и вылета птенцов. Камеры показывают не только радостные, но и драматичные события. Иногда происходит разорение гнезд, гибель птенцов по другим причинам, никто не застрахован от таких событий. Это природа, а не придуманная сладкая сказочка. И зрители наблюдают природу такой, какая она есть. Радостные и грустные события. Я уже более четырех лет провожу мониторинг всего природного контента, который есть на YouTube. И с уверенностью могу сказать, что система онлайн-трансляции с птичьих гнезд, построенная Олегом Позняковым, это один из самых зрелищных и перспективных проектов. Кроме того, уже доказано и проверено временем, что это один из самых стабильных проектов. Уже на протяжении нескольких лет Олег Позняков ежедневно выводит в эфир в сезон гнездования несколько гнезд. В сезон холодный, до прилета птиц несколько кормушек. И трансляции у него повторяются ежедневно. И всегда это зрелищно, всегда интересно, всегда какие-то события, всегда с постоянной сменой картинок, постоянной сменой декораций. К сожалению, о существовании этого уникального проекта знают пока очень немногие. Общее количество зрителей на трансляциях Олега Познякова за день, за световой день, сколько эта трансляция длится, лишь в некоторые дни переваливает за тысячу человек. Но за 12-часовую трансляцию эта тысяча бывает равномерно распределена по всему эфиру в течение дня. Кто-то приходит на трансляцию утром, кто-то приходит днем, кто-то заходит вечером, кто-то посидит там 2 часа перед сном, кто-то 15 минут перед работой, кому как удобно. Число одновременных просмотров редко превышает 3 десятка. Обычно это 20-25 человек, иногда даже меньше 20. Поэтому, что нет большого количества зрителей на трансляции, алгоритмы Ютуба воспринимают трансляции из птичьих гнезд Олега Познякова не как топовый продукт. И они оценивают его ниже всяких ток-шоу, всяких развлекательных продуктов, музыкальных, спортивных, политических мероприятий. Я считаю, что это несправедливо. Я придумал, как эту несправедливость поправить. И я призываю вас всех поучаствовать в одном мероприятии, как мы быстро очень можем хотя бы на ограниченный промежуток времени поднять трансляции Олега Познякова в топ Ютуба и привлечь новых зрителей. Вот что я предлагаю. Я предлагаю провести флешмоб под названием «Час Икс». Во вторник, 11 мая этого года в 12 часов дня по московскому времени собрать на канале Олега максимальное число зрителей. Это позволит поднять трансляцию в тренды Ютуба, где ее увидит большая неохваченная аудитория, люди, большинство из которых пока даже не подозревают о существовании подобных трансляций, даже не задумывались о том, что за тайной жизнью птиц можно следить через систему IP-камер и что такие трансляции существуют. И эти люди придут на канал Олега и с удовольствием будут смотреть. Главное показать им эту информацию, донести. А чтобы ее донести, ее надо хотя бы на какое-то время вывести в топ Ютуба. Это сделать не так сложно, как может показаться. И сейчас я расскажу вам, что лично я, один человек, частное лицо и простой зритель, могу сделать. А потом попрошу каждого из вас сделать то же самое. Итак, во вторник, 11 мая, ровно в 12 часов по Москве, я приду на трансляцию Олега Познякова. Ссылку на трансляцию я скопирую и через Viber, через WhatsApp, через Messenger, отправлю личными сообщениями тем людям, с которыми я общаюсь. Отправлю своим друзьям, своим родственникам, своим знакомым. То же самое, абсолютно, я попрошу сделать каждого из членов своей семьи, жену, сына, дочек. Также я размещу ссылку на трансляцию Олега в социальных сетях. У меня есть аккаунты в Facebook, Twitter, живом журнале. Тоже в 12 часов дня, во вторник, 11 мая, я размещу там ссылку на текущую трансляцию, онлайн-трансляцию с птичьих гнезд Олега Познякова. То же самое я попрошу сделать членов своей семьи. Вот то же самое я сейчас прошу сделать каждого из вас. Дорогие друзья, я обращаюсь сейчас ко всем зрителям, каждому из вас. Я прошу повторить те же действия. Я сейчас четко на уровне пошаговой инструкции скажу, что вам нужно каждому сделать. Буквально 5 минут это у вас займет времени, но результат получится. Мы выведем один из природных каналов, тот, про который я сейчас рассказал и показал контент. На этом канале мы его выведем в топ и привлечем новую неохваченную аудиторию. И канал приблизится к тому уровню, который он уже давно заслуживает. Итак, я попрошу вас сделать три простых действия. Пункт 1. Во вторник, 11 мая, в 12 часов ровно, зайдите, пожалуйста, на трансляцию Олега Познякова и оставайтесь на ней хотя бы в течение часа до 13.00. Даже если вы сами не сможете на протяжении всего этого времени наблюдать за птицами, например, занятой по работе или еще чем-то, просто оставьте трансляцию включенной или можете даже звук убрать, чтобы вас птицы не отвлекали от работы или от разговоров, от домашних дел. Но давайте вы будете присутствовать именно в этот час. Второе. Ровно в 12 часов в час Х, ровно в 12 часов 11 мая этого года, скопируйте ссылку на трансляцию и разошлите личным сообщением своим друзьям, родственникам, знакомым, коллегам, тем, с кем общаетесь. Обращаю ваше внимание, трансляции на канале Олега Познякова обновляются ежедневно. В час Х будет актуален URL той трансляции, которая начнется во вторник утром. Именно этой ссылкой и нужно делиться со своими друзьями. Найти эту ссылку очень просто. Заходим на канал Олега Познякова. Переходим на трансляцию, которая сейчас идет в прямом эфире. Не забываем поставить лайк. Кстати, жмем на значок поделиться. Вот она ссылка. Копируем ее. Далее через любой мессенджер, вайбер, ватсап, телеграм, смс. Кто чем пользуется, просто ее отправляем тем людям, с кем общаемся. И пункт третий. Ту же самую ссылку, которую только что скопировали и разослали своим знакомым. Прошу вас каждого разместить на своих страничках в социальных сетях, у кого какая есть. У кого где аккаунты. Это может быть Facebook, ВКонтакте, Twitter, какие еще есть социальные сети. Не задумывайтесь о том, сколько у вас там подписчиков. У кого-то много, это мало. Даже если мало подписчиков, все равно размещайте. Здесь не важно, сколько у вас подписчиков. Важно, сколько нас примет участие в этом мероприятии. А нас много. И все у нас получится, я уверен. Все, простые три действия займут у вас пять минут. Ну, плюс час компьютер проработает в режиме включенной трансляции. Даже если вы весь час не сможете за птичками наблюдать, ничего страшного. Значит, пожалуйста, не стесняйтесь отправлять ссылку своим знакомым. Значит, помните, что мы не Гербалаев продаем, мы не призываем в какие-нибудь политические акции, никого не втягиваем, ни в коммерцию, там ничего. Мы просто делимся с друзьями онлайн-трансляции с птичьих гнезд уникальным контентом, о котором они могут не знать. Значит, я экспериментировал на себе. Лично я со своим кругом общения. Я очень многим отправлял ссылку на онлайн-трансляцию Олега Познякова личным сообщением. Разным людям отправлял, в том числе тем, которые не являются номинальными натуралистами, у кого наблюдение за природой не является хобби номер один и вообще не входят в основной круг увлечений. Значит, ни один человек не высказал мне, недовольствуя, что это я ему не то прислал. Примерно 70% из тех, кому я послал эту ссылку, заходили на трансляцию. Значит, примерно 25% на этой трансляции в том или ином виде осталось надолго. Некоторые зависают там теперь постоянно. Но наша задача собрать их в один момент, да, сейчас. Вот. Значит, я отправлял им всем ссылку, это в разное время. Значит, порядка 70 человек, кому я это отправил, попробовал. Да, еще раз говорю, ни одной отрицательной реакции. В этот раз я сделаю это еще раз, только всем отправлю одновременно в час икс во вторник 11 мая в 12.00 я им всем через мессенджеры отправлю ссылку. И вас, друзья, прошу сделать то же самое. И еще, значит, отправляя ссылку своим знакомым в социальные сети, не утруждайте себя сложными текстами, избегайте каких-то восторженных выражений, штампов. Пишите как можно проще. Самое простое, это я сопровождаю эту ссылку фразой. Онлайн-трансляция из птичьих гнезд. Все вообще отлично. Самое, что есть. Если лень писать, можете просто там послать и там смайлик в виде лайка отправить или просто ссылочку. Этого достаточно. Там на ссылке написано, которую человек получит, что это онлайн-трансляция из птичьих домиков. Дорогие друзья, дорогие зрители, я прошу каждого из вас это сделать 11.00 мая в 12.00 дня. Мы продвинем тему дикой природы, продвинем тему птиц, мы вытесним немножко из топов политику, спорт и так далее. Все, что людей разъединяет. Я прошу вас всех, независимо от места жительства, от национальности, от религиозных и политических убеждений, присоединиться к этой акции. Это птицы, а у птиц нет границ. Теперь я хочу обратиться к моим коллегам, тем, у кого есть природные ютуб-каналы. Дорогие друзья, первое, что хочу сказать. Если вдруг у вас сейчас возникает иллюзия, что мы продвигаем конкурента, гоните эту иллюзию прочь поганой метлой. Объясню почему. Если вам даже кажется, что это конкурент, то это конкурент за вот такую вот ничтожную тютельку зрительского внимания. А я вам сейчас предлагаю вывести нашу общую природную тему в топ ютуба и к нашей теме притащить вот такую громадную, неохваченную аудиторию. Люди придут на канал Олега, кому эта тема близка, подпишутся. Дальше они будут искать другой природный контент и найдут именно ваш канал, вскоре и подпишутся на вас. Я в этом уверен, это так работает. Вместе победим. Дорогие коллеги, дорогие ютуберы, что я попрошу сделать вас? Тоже три пункта. Первый пункт. Пожалуйста, разместите в эти дни на своем канале короткий ролик обращения к своим зрителям с призывом поучаствовать в этом флешмобе час икс. Пригласите своих зрителей во вторник, 11 мая в 12 часов дня по московскому времени на канал Олега Познякова на трансляцию онлайн из птичьих гнезд. Вы можете сами записать короткое обращение, не обязательно такое, как у меня длинное. Можете, если некогда записывать, если какие-то трудности, можете взять вот этот ролик у меня, скачать, выложить на своем канале. Здесь все подробно рассказано. Значит, я поставил лицензию Common Creative. Я сейчас подтверждаю, разрешаю неограниченное количество перепостов с размещением на других каналах этого ролика. И автор натурного контента, который в этом ролике есть, Олег Позняков, естественно, тоже не возражает. Он тоже подтвердил, что любой может на любом канале выкладывать. Берите, пожалуйста, скачивайте, выкладывайте у себя. Пункт второй, что я попрошу тоже сделать каждого из вас. Мы сами ютюберы, мы авторы контента, мы классные ребята, но мы тоже зрители. Давайте каждый из нас сделает. То те три пункта выполнят, которые я обратился ко всем простым зрителям. Давайте и мы, авторы ютюб-каналов, сделаем то же самое абсолютно. Разошлем во вторник, 11 мая, в 12 часов дня, ссылку на трансляцию Олега Познякова. Разошлем своим знакомым и разместим в своих социальных сетях. У зрителей, у обычных, это получится, а у нас, авторов природного контента, это не хуже должно получиться, я так считаю. Пункт третий. Относится к тем авторам ютюб-каналов, у кого более тысячи подписчиков. Во вторник, утром, после того, как на канале Олега Познякова начнется трансляция, я попрошу вас разместить у себя в разделе «Сообщество» на ютюбе ссылку на эту трансляцию и основные тезисы флешмоба «Час Икс». Даже если вы раньше у себя на канале никогда не использовали до этого раздел «Сообщество», не разместили туда еще ни одной новости, ни одного текста, ни одной фотографии, ни одного опроса, я вам даю прекрасный повод начать осваивать этот инструмент и прошу его начать осваивать. Если нет времени или желания писать собственный текст, просто скопируйте мое сообщение, которое я размещу во вторник 11 мая утром за пару часов до акции «Час Икс». В крайнем случае просто разместите безо всяких ссылок ровно в 12, безо всякого текста, просто ссылку на трансляцию в 12 часов, на трансляцию Олега, как в обычных социальных сетях или по мессенджеру передаете. Вот выполнив такую простую, предельно четко мной изложенную последовательность действий, если каждый из нас выполнен, мы расширим потенциальную аудиторию собственных каналов. Не сомневайтесь, это так работает. Ну и напоследок всем, дорогие друзья, авторам, зрителям, орнитологам, профессионалам, любителям, всем, кто неравнодушен к птицам, маленькая вкусняшка. От меня, Алексея Соколова, специалиста по масс-медиа, увлеченного природой натуралиста, неравнодушного к птицам и проблемам экологии. То, что привнесу я в эту трансляцию от себя в час Икс, может быть, чуть-чуть попозже, не ровно в 12, а когда первые тысячи зрителей соберутся, так в 12.15, может быть, в чате на трансляции Олега Познякова во вторник, 11 мая этого года, я оглашу суперновость мирового масштаба, буквально революционную новость, касаемо отношения людей и птиц. Новость это реально такого уровня, что любой экологический новостной портал оторвал бы ее с руками. Но я ее оглашу именно в чате на трансляции у Олега Познякова в час Икс. Друзья, до встречи на трансляции на канале Олега Познякова во вторник, 11 мая, в 12 часов дня по московскому времени. Друзья, до встречи на канале Олег Познякова,